Итак, всем привет! Сегодня покажу основной тип узлов, которые используют спецподразделения. Собственно, что это за узлы, для чего они используются. Узлов много, морские, альпинистские, ну, все, собственно, как бы с моря пошло, да? Самый распространенный узел, который часто мы используем, это узел проводник. То есть, когда мы складываем, вяжем обычный бублик, да, и получается петля проводник. Проводник восьмерка, проводник девятка, как удобно, для встегивания в снаряжение проводник всегда используется. Также мы можем соединить проводником две веревки одинакового диаметра. Вот они. Связали, веревки объединились. Проводником мы можем ввязаться в центр, да, веревки. То есть, он используется повсеместно. Дальше, как многие спрашивают, как мы привязываем веревку к опоре, чтобы спуститься вниз? На здании или где-то еще? Штыком. Штык со шлагом или еще как-то. То есть, когда узел проходит здесь, кто-то вяжет сначала, как схватывающую петлю, да, затягивает, чтобы удерживать, и дальше потом просто навязывает кольца. То есть, это очень быстро, эффективно, и можно развязать даже под нагрузкой. Три кольца штыка выдерживают яхту английской королевы. Дальше, как веревочную лестницу делаем, чтобы, например, забраться куда-то. Показываю. Накидывается на руку вот так вот петли. Вот столько, сколько перехлестнулся. Сколько нам надо сделать узлов. Вот я буду четыре делать, да, пять. Потом остаток веревки продевается в центр. Я его называю шпиндель с муточкой, да, узел как раз. И вот они пошли узелочки выныривать. Все, цепляем кошку, закидываем, и по мусингам, да, по узелочкам лезем вверх. Это что касается быстро подняться, например, из колодца, еще куда-то. Как сделать быстро страховку? Есть масса вариантов. Самый простой способ, чтобы быть в вязаном веревку, и уже на тебе была страховка, чтобы вытянуть раненого откуда-то, поднять, спуститься со здания. Показываю. Вот. Делается три петли. Два, три. Вот они выравниваются. Берутся. И вяжется обычный узел, да, бублик наш этот. Крендель. Все. Получаются две ноги, грудь, и уже ввязанная веревка, на которой вы будете спускаться. То есть это вот одевается на ноги. Две. Вот это одевается на голову, это на ноге, и вы готовы к спуску. То есть очень удобно, просто и эффективно. Да. И еще один узел. Показываю вам, если вы спускаетесь откуда-то со здания, у вас есть один карабин, но ничего больше нет. Или даже вот если карабина нет, какие-то там палки, трубы, что-то есть, как же заобедлить спуск, да? Потому что по этой веревке вы руки сожгете напрочь. То есть это как уголь схватить. То есть есть способ следующий. Называю, ну и преподают, его показывают пожарным. Для того, чтобы они эвакуировались. То есть у вас, допустим, есть карабин или петля. Вы в нее, или вот, например, эвакуационный ремень там с пряжкой, да? В него просовывается два раза или три раза вот так вот веревка, чтобы вот она терлась вот так вот. Дальше это идет, соответственно, к батарее, там, к опоре. И вы начинаете спуск. Вот это вот сколько, чем больше витков, тем медленнее едете. То есть я говорю, вокруг трубы, вокруг карабина эти витки. Да, есть профессиональные узлы, там узел УИА, но не все всегда готовы его связать. Далеко не все. И многие спрашивают, а как вы спускаетесь и забираете веревку с собой? Очень просто. То есть есть принцип двухсложения веревки, да? То есть у нас вот веревка, она заранее замаркирована по центру. Меточку только ищем. И выравниваем эту метку. Вот она у меня, меточка. Выравниваем. Я знаю, что теперь ровно в два сложения идет вниз веревка. Там, когда спускаемся, то есть мы забираем одну. Других вариантов нет. В Гималаях был разработан спуск один. Сейчас я вам покажу его. Недавно увидел. Это косичка, как я ее называю. То есть, когда делается захват одна... Вот. Раз. Ах, все, забыл. Короче, косичку сейчас будем... Неправильно начал. Побольше верю. То есть у меня были случаи, когда у меня не хватало веревки. И я брал... Основную сбрасывал, а вспомогательной тоненькой я сдергивал. Как это будет выглядеть, сейчас я вам покажу. Раз. Два. Побольше. То есть плетется косичка, как и ксельбанку дембеля, да? На основном впуск. А если за это потянуть, посмотрите, что происходит. Вот так. Бам-бам-бам. Ну, об этом вы можете узнать на канале Уруденко. Он показывает там поподробнее всю эту тему. Кстати, неплохой канал. Так, что-нибудь амеровское интересное узнать. Это вот основные узлы, которые в обиходе постоянно крутятся, вертятся. Да, мы применяем еще другие узлы, но они более специфичные. А этими вот реально постоянно пользуемся. Поэтому выучите хотя бы их, попрактикуйтесь. И всегда носите с собой веревку в разгрузке. Пускай там это будет 550-й паракорд для работы. Так вы сможете повысить свой шанс на выживание и работу. То есть сделать более безопасным. На сегодня все. Спасибо за внимание.